В этом месте могу поклониться, проставить Бога Израилева, и открывая Священное Писание, мы все можем продолжать учиться у Иисуса. Чтобы обращать внимание на действия Божьего в нашей жизни, нам не унывать, не паниковать и не ужасаться, видя, что происходит в этом мире. Вот так совершается Божия история. Это время действительно тревожное, и о нем говорил Господь. Хотя мы еще не вошли в то самое время, о котором сказано в Писании, как время скорби, и особенно по отношению к Израилю. Но благая есть то, что Господь победил на Голгофском кресте. И у нас есть надежда. Даже когда мы, не понимая много, имеем благословение доверия в Сырочку. Особенно помним Божьем и Таварием. Ибо они действительно вдохновляют нас продолжать молиться. Я хочу поблагодарить всех вас за то, что вы молитесь и о нас. И вот благослужение – это время, когда мы можем, созерцая Божью красоту, Божью, Свет, в виде себе своего живого, чтобы поклониться Господу. И для меня благословение также и в том, что я, наверное, в первый раз принимал сегодня участие в заповеди Господне. Для меня это действительно великое благословение. И пару моментов или мыслей. И хочу просто рассказать о немногом служении. И благодарю, что ваша Сырка является частью. Я всегда говорю с совместным служением делать благословение. А особенно, да, как я уже сказал, это последнее время. Когда мы можем иметь открытые сердца к людям. Когда мы можем возмещать, возмещать от пути спасения. Помню, что Господь сделал для каждого из нас. Когда мы можем плакать о погибающих душах, имея к ним сострадание, понимая, что без Христа никто не спасается. Ни евреи, ни неевреи, никто. И мы на единственном спасении. И хоть спасение от нас не зависит, но эта история через церковь. Церковь Бога наш. Мы являемся церковью, когда мы можем находить время для людей. Когда мы можем молиться. Когда мы можем даже в нескольких словах, даже не имея дав Евангелиста, потому что помню, что Господь сделал в нашей жизни. Когда мы действительно родились в зале. Вот эта добрая есть, она будет вырываться из наших сердец. Потому что мы любим Бога, значит, полюбим и людей.